привет это старый дед сегодня будем собирать радиоприемник простой да нельзя ребятки у него совсем не нужно подключать внешнего питания никакого не такого не такого не такого все это нам не нужно такого тоже не нужно вообще не будем никакого питания вот схема этот приемник питается от энергии антенны вот она на схеме значит все нюансы то какие нужны то есть надо собрать эту схему очень простая практически это вечный приемник его можно спаять можно проще сделать скрутить просто зачистить провода вот у нас будет вот такие провода соединительные медный где-то 08 миллиметр толщины вот мы будем соединять можно спаять практически спаять любой школьник может начиная с 4 5 класса большинство радио любителей с ссср начинали свои конструкции в радио вот именно с такого приемника но чем простой то есть можно еще проще приемничек такой вот есть то есть он тоже будет работать ну мы его сегодня не будем делать у него есть несколько нюансы что похуже ну потом объясню чем он хуже ну в принципе он тоже будет работать такой приемник что нам нужно нам нужно собрать вот эту схему то есть что тут нужно главное сердце приемника это диод вот и грубо говоря им ловушка это катушка и конденсатор то есть колебательный контур это вот значит означается катушка и ладим и конденсатор перемены с 2 лице 2 правильные то есть можно использовать конденсатор переменной вот такой уже использовать катушку такую такая катушечка намутанный медный провод конденсатор переменной от трех шести до шестьдесят пикофарад то есть он крутится вот изменяет свою емкость и настраивается радио станции вот эта ловушка так называемая колебательный контур можно место такого конденсатора переменную использует вот такой то есть у него тоже есть две пластины одна неподвижная вот они стоят это параллельно соединим неподвижные не стоят пластиночки и подвижные пластинки то есть это набор алюминиевых пластинок между одним и вторым второй пластиной воздух есть то есть никакого законтачивания нет между ними поэтому переменный конденсатор работает вот именно так можно вращать и изменять емкость этому переменной значит вот это вот у нас колебательный контур возьмем диод вот такой вот d2 можно любой диод стеклянный высокочастотный то есть d9 есть d311 d511 512 их очень много разновидностей но стеклянные на ребятки нужно то есть высокочастотный не спутаться со стабилитроном такой конденсатор а конденсатор у нас еще один есть видите по схеме это переменный а вот еще один есть у нас по схеме то есть здесь любой можно конденсатор 1000 пикофарад нужно вот допустим вот такой пойдет на 5600 пикофарад такой пойдет туда на 025 микрофарад такой пойдет 2 200 пикофарад такой пойдет туда 4700 пикофарад любой ребят любой пойдет и такой пойдет тоже 3300 пикофарад вот и такой тоже что-то плохо вижу 1700 по моему nc нанофарады ну пойдет 0 017 пойдет так что вся схема получается в сборе ну у нас еще один есть конденсатор такой же вот он с 1 мы можем поставить а можем и не ставить ну для улучшения немножко добротности приемника избирательности мы его все-таки поставим практически все схеме уже есть до транзистор на антенну ой что говорю конденсатор конденсатор то есть можно такой можно другой такой наушник то есть это вот со старых телефонных аппаратов которые стояли на тумбочках у бабушек можно туда наушник взять такой наушник вот это кстати идеальный вариант потому что у него 1600 ом 1600 ом видите ребятки это высокоомный сделано в ссср высокоомный то 56 и а этот вот телефонного аппарата звонить вот вот 130 ом видите разница 160 ом и 130 ом то есть то 1600 гораздо лучше чем 130 ну здесь тоже можно замерить тоже скорее всего на 1600 вот можно один один а можно и два подключить как один параллельный вот он хороший такой наушники есть такие хорошие кстати тоже 1600 ом вот ну если кто-то не найдет такие наушники ну вот это вилочка мы будем сюда подключать вот сюда вот то есть можно просто один наушник хотя бы вот такой найти где-то или выкрутить с трубки старые вот такой вот хотя бы ну лучше чтобы в омах было как можно больше то есть наушники которые используются в плеерах там в телефоны смартфоны они конечно не пойдут там ом вообще мало там всего лишь 4 8 ну максимум 16 ом всего вот хотя бы такой на 130 и все практически у нас схема готова ее надо теперь собрать спаять или скрутить хотя бы вот некоторые ребятки не умеют еще паять можно любому человеку который еще ни разу не касался радио можно просто скрутить это зачистить ножом провода до блеска такой возьмем провод сейчас уберем схемку можно взять то есть вот он конец провода и обязательно вот этот слой лак та блеска зачистить и потом этот провод можно соединять то есть используем вот этот провод как раз в этой схеме вот и будем соединять места соединений у нас указаны вот они точками везде указаны где нужно соединять то есть вот мы будем их их вот этот конденсатор с вот этим будем скручивать вот оно будет такое соединение лучше конечно спаять но попробуем и без пайки если хорошо зачистить будет блестеть то приемник тоже работать будет практически у вас ну что будем собирать приемник что нам нужно нам нужно плату то есть все вот эту схему надо на чем-то собрать мы не будем использовать допустим современные вот смд монтаж пайки платы не будем вот такие вот более старого типа платы тоже то есть нам для этого нужно с текстолита или с гетенакса вот такую вот заготовку пластину обмедненную надо для этого технологию травить дорожки рисовать специальные краски или на принтере распечатывать значит вот эти все соединения дорожки закрашивать потом в трехлорное железо опускать чтобы протравились все перемычки остались только закрашенные дорожки чтобы провода были проводники по этим дорожкам как вот на этой плате которую я выбросил вот это же грубо говоря травленое вот они дорожки остаются ну будем проще мы сделаем не смейтесь плату на обычной картонке вот такая вот картоночка возьмем допустим я вырезал из коробки из-под зефира тут видно даже там какой-то зефир написанный был раньше вот берем эту схему перерисовываем на картонку отрезаем лишнее вот это у нас будет самая плата самая первая то есть большинство ради любителей самое просто для ребенка сделать вот это вот она плата хоть она и смешная но вполне будет работать и по нарисованной вот этой же схеме такой ну просто соединение мы делаем отверстие шил для нашей наших детали куда мы будем вставлять и там соединяем на обратной стороне а здесь у нас будет детальки тут выход антенны провод у нас пойдет тут у нас пойдет выход заземление заземление немаловажно потому что это приемник детекторный просто от антенны он работать не будет будет но очень очень плохо очень туго будет работать так и здесь еще отверстие ну наверное все вот такая у нас плата будет хоть она и смешная но вполне пойдет и вставляем вот сюда детали концатор уже готов переменой можно потом будет настраивать на радиостанции вот они провода здесь выводы так ну нам придется здесь отверстие сделать потому что не запаяны мы же на скрутке все вот диод диод d2 так сейчас сколько старых из очков не вижу так на нем прямо написано ребятки написано где катод где анод анод плюс катод минус по схеме так что то здесь плохо кислились давно старенький а ну вот вот есть значит это у нас как раз как раз это у нас как раз как раз это катод у нас так вот катод сюда катод поставим сюда нот еще что не лезешь то поможем шивом что не лезешь так не сломался куда-то залез картонка же картон загнулся весь провоточка шилом побольше сделаем отверсти ну так и тут загну загнули так так конденсатор ксо у нас название то есть конденсатор с людяной конденсатор ксо вот сюда я поставил так тоже загнем провоточки там с этой стороны еще у нас немножко я не рассчитал близко поставил но пойдет что это конструкция для четвертого класса школьника и сгибаем загнули провода сюда 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 наушники запаяем запаяем так антенный конденсатор на 270 пик фарад очень хорошие такого дисковый зеленый качественный конденсатор его по схеме соединим с этим конденсатором с этим диодом и с катушкой еще это у нас вместе тут будет и выход у нас будет на антенну вот это у нас пойдет на антенну ну а катушку мы сделаем вот такую хорошую добротную катушку будет хорошо ловить сами понимаете из чего она видите да то есть это обычная трубка с пленки которые пищевая пленка обматывает пищевые продукты вот она осталась пленки нету трубка осталось мотаем 140 150 витков примерно не критично сколько мотать но мотать нужно виток к витку обязательно виток к витку мотать вот то есть не вновало бы как вот так вот мотаем просто витки нет это не пойдет будет конечно катушка это но уже не радио то есть она будет в контуре плохо настраиваться вот здесь вот катушка и конденсатор будет плохо ловить радиостанции нужно для этого провода то есть катушки надо провод вот такое нашел значит это 02 поел то есть поел это провод лаковый изоляция и вот диаметр 02 миллиметра и мотаем чтобы не расползлось периодически витки проклеиваем клеем так ведь точек витку ровненькой было намотаем клей у меня вот какой обычный сейчас откручу вот такой клей мажу некоторых местах чтобы на картоне было на трубке и держалась периодически мажу держалась сам провод 88 клей обычный можно момент такой который сохнет несколько минут он сохнет там часто любой в принципе любой клей можно клеевый пистолет вот он размазывается тут у меня клеевый пистолет можно прям вот так вот раз 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 проклеить опять дальше мотать постепенно постепенно это нашем приемнике детектор нам самая трудоемкая работа самая деталь самая трудоемкая вот у меня меточка я замерил немножко когда намотал здесь 10 витков и по меткам посчитал сколько надо примерно 140 150 витков метки это сделал замерил посчитал 10 и ручкой раз 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 вот у меня вот здесь меточка что 140 витков ну может быть там погрешность какая-то нам сильно важно не будет детекторный же приемник не какой-то там ультра коротковолновый которые пол виточка там какие-то сантиметры уже радиостанция уходит очень далеко по чистоте и можно не поймать а тут это практически для средних волн приемник и и можно отлично поймать эту радиостанцию так бы заканчиваем значит где у нас тут отверстие сделать вывод 5 берем шило про хотела им отверстие так и назад туда вставим назад вытащим у нас будет катушечка запасом сделаем откусим здесь лишнее никогда не бывает как говорится бывает не хватает так сюда проденем да надо немножко тут изогнуть чтобы и туда и туда продеть отверстие можно отпилить час отпилю кусок лишний легче оттуда будет ввести все вот отпилил такая получилась у нас катушка идеальный вариант отличная катушечка вот сейчас мы вот эти проводки зачистим аккуратно чтобы не порвать ну и можно было прикручивать или припаивать как вам угодно кто будет как собирать если паяльника нету то прикручивать может не владеете навыками паяние пайки то можно вот зачистить до блеска лак коричневый цвет увидите что медная такая проволочка заблестела очищены контакт блестящий меди очень хороший с медью или луженая медь или обычная медь хорошо нужно между собой соединять с другим металлом конечно будет окисляться надо соединять если другой металл допустим алюминий надо обязательно соединить через шайбу луженую иначе два разных металла гальвана пара будет они друг друга будут окислять соединение будет плохо обязательно до одинаковые металлы соединять поэтому сейчас вот мы зачистим ну это я запасом если понадобится мне я укорочу конечно провода можно тут и сделать прям прям вот так я вот здесь приклеилась к схеме это приклеилась еще не высох вот вот в это отверстие вставляется и вот она катушка все здесь скручиваем остается подсоединить наушники и антенну с заземлением вот можно даже покороче сделать у нас все сейчас и здесь можно приклеить чтобы она не порвались проводки тонкие даже вот так можно еще обрезать чтобы платой катушка вы и приклеить сюда антенну типа цепляем суда заземление и а вот такие вот провода можно использовать как можно длиньше это лучше ну достаточно 80 метров длины это самая длинная антенна вот можно такие антенны сделать провод это радиовещательный провод вот ну самое главное чтобы он был толщиной желательно 2 3 миллиметра провод и длиной 10 края уже это самое мало иначе энергия антенны будет маленькой 10 метров 20 лучше 30 еще лучше ну совсем идеально будет 40 максимально 80 метров больше не надо ну ну это очень расточительно поэтому 40 метров если найдете провода толщиной 2-3 миллиметра можно замерить штангелем или там другим инструментом измерительным линеечкой плохо но есть всякие измерительные конечно там некрометр штангель циркуль примерно не критичность говорю 2-3 миллиметра так ну дальше будет большой перерывчик и будем уже подключать антенну и наушники вообще сейчас скажу вообще можно все это убрать допустим вырезать и убрать все в какую-то коробочку вот я нашел такую из телефона коробку был у меня то есть вот здесь можно дырочки все это уложить вывести отсюда допустим антенну вывели прикрутили болтик прям на болтик намотали вот эти вот провода изнутри 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 продырявили болтик намотали тут провод заземление также болтик намотали провод все у вас выход есть заземление антенны закрыли ее вот он приемник практически а здесь два отверстия можно сделать для наушников все втыкается вот он у вас детекторный без батарейки без ничего приемник обрежем сейчас вот куда а куда хотите в принципе можно прям к доске просто вот так доски взять кусок доски и саморезом прикрутить то же самое будет антенна такая хоть саморезом хоть на степлер можно присобачить бах-бах пристрелил картонку всего на степях куда хотите там деревяшки к любой любой фанерки вот фанерку взяли прикрутились и все приемник у вас будет наушники антенна заземления все вот выход больше ничего не надо ну вот можно сказать и все наш приемник собран детекторный все тут подключено на импровизированный нашей плате картонный вот так вот поскручивал все соединение в точках где у нас по схеме было нарисовано вот точки везде между собой эти детали каждая деталь была соединена подключил наушник все можно подключать антенну заземление все приступаем идем к полевым условиям меня на гараже есть протянутый провод антенны забьем заземление штырь железный оттуда же с этого штыря сюда подключим вот сюда вот сюда заземление и все будем принимать вечером прям будем слушать радиостанции настраивать вот это будем крутить концатор перемены ладно пошли в гараж